Александр Седых Хранитель Книга 3 Боги не врут Пролог Каюта контролера Совета Миров Тин Том Бойер, контролер от Совета Миров, Псион Эмпат, недовольно смотрел на мнущихся перед ним штатных наблюдателей Дикого Мира. Он понимал, что от этих администраторов сложно было ожидать каких-либо действий по обнаружению на планете чужой диверсионной сети. К тому же против них, судя по результатам расследования, работал профессионал высокого уровня, хорошо подготовленный для противодействия псионам. Даже от пророка можно скрыть действия одного человека, а что уж говорить о рядовых исполнителях. Если бы не вмешательство со стороны, работа наблюдателей вполне могла оказаться бессмысленной. Допросы единственного случайно оставшегося в живых свидетеля показывали, что крах процесса присоединения Дикого Мира к цивилизации был неминуем, даже несмотря на все достижения наблюдателей по подготовке новых псионов. В том, что все закончилось так благополучно, следовало благодарить не наблюдателей, а благоприятное и невероятное стечение обстоятельств. Им просто крупно повезло. Однако везение может в любой момент изменить. Сейчас, после всего случившегося, можно более уверенно растолковывать смутные предсказания. Тин Том Бойер имел на руках прогнозы штатных пророков Совета, но они изначально были слишком расплывчатыми, хотя в основном и благоприятными. Беседа с единственным известным в этом мире пророком, точнее пророчицей, дала Тин Тому ясное понимание, почему в штат наблюдателей назначили именно администраторов. Вариативность прогнозов оказалась слишком большой, и наличие штатного пророка на планете было бы бессмысленным. Вся собранная за это время информация не давала ответа на главный вопрос, на кого работала аборигенка Синта Крой. Предположений хватало. Самым правдоподобным можно было считать, что, скорее всего, это специалисты из контрразведки псионских империй. Вероятно, где-то на каком-то этапе произошла утечка у противника, и в их руки попали сведения об операции противодействия, проводимой Республикой Клонов. Также можно предположить, что весомых доказательств этому не нашлось, следовательно, чьей-то разведке пришлось формально нарушить закон Совета миров. Напрямую вмешиваться в события чужак все же не имел права, но подготовить для себя отличную исполнительницу ему удалось, хотя и непонятно, как он это провернул. Самой аборигенкой тоже не все ясно. Дотошное исследование оборудования для сканирования пси-возможностей выявило один единственный более-менее достоверный уровень молодой девушки – ААА-000Х. Тинтом с большой вероятностью признал ошибочными первые и последние идентификаторы. Если первый просто подменили, то в последнем случае вполне возможно кто-то помешал сканеру произвести операцию. Но и единственный достоверный показатель ставил контролера в тупик. Строить теории можно сколько угодно, но самый достоверный вариант, который хоть как-то объяснял невероятный индекс девушки – это присутствие на планете женщины из имперского рода, да к тому же с подготовкой уровня мрак. Таких неофициальных потомков имперского рода со специальной подготовкой в секретных службах государства существовало вполне достаточно. Отталкиваясь от этого допущения, можно предположить, что идеальной кандидатурой на внедрение могла быть лишь мать девочки. Возникла из ниоткуда в самый удобный момент и исчезла при загадочных обстоятельствах, имитируя свою смерть. Именно эта имитация собственной гибели снимала с нее все подозрения, отвлекала внимание наблюдателей и давала возможности время для тщательной подготовки своей дочери до уровня призрака. После произошедших событий многое из того, на что раньше не обратили внимания, оказалось ключевым и требовало объяснений. Например, сам факт рождения и весь процесс обучения девочке. Как можно было не заметить появление в имперской ветве отпрыска имеющего столь выдающиеся способности? Когда и каким образом произошло воспитание и развитие навыков ребенка? Тин Том никогда не слышал о такой технологии выращивания сильных псионов. Тем не менее, вот он, этот сверхпсион. Анализ ДНК ничего не объяснял. Можно предположить, что некая Сантина Сай, будущая мать Синтекрой, на самом деле существовала на планете до своей встречи с мужем. А вот дальше сплошные догадки. Вероятно, в какой-то момент эту реальную Сантину подменили специалисткой извне. Это могло произойти до спасения девушки в океане или после. Бесспорно, только одно. Яйцеклетку для оплодотворения взяли именно у нее, а саму девушку изъяли с планеты, тем более родственников у нее на материке не оказалось, и заявлять о пропаже было некому. Именно поэтому сканирующее оборудование выдало полную несовместимость Тима Кроя с женой. Вторая пси-оболочка девочки могла объясняться именно тем, что вынашивала ее пришелица. Если это предположение верно, то кто-то проделал огромную работу над базами сканирования жителей планеты, чтобы выбрать подходящие комбинации. Вот здесь явно прослеживалась работа пророка. Только ему под силу из огромной массы вариантов подобрать нужную комбинацию. Похоже, операция противодействия республики продумывалась до мелочей. Тин Том понимал, что его умозрительные построения никак не могут быть доказательством чужого вмешательства. На основе известных фактов обнаружить скрытого манипулятора невозможно. Кто-то пристально наблюдал за действиями республиканского шпиона и на последнем этапе ввел подготовленный козырь в виде здешней уроженки Синты Крой. Доказательств несанкционированного вмешательства республики в процессы на этой планете было более чем достаточно. Объяснить их защиты от постороннего вмешательства не получится, в то время как об их противнике ничего не известно. Он не совершил ни одного промаха и не оставил ни единого следа, за который можно было бы уцепиться и оправдать действия республиканских спецов. Да и вообще скрыть сам факт их присутствия теперь попросту невозможно. Отвертеться от многочисленных доказательств использования на планете технологий клонирования, известных только в республике, ее руководству будет очень непросто. Полностью припереть к стенке воротил республики одними лишь показаниями единственного свидетеля не удастся, но потери в престиже у государства будут весьма чувствительными. Наверняка придется пожертвовать некоторыми фигурами из администрации, выставив их самодеятельными заговорщиками. Соответствующий доклад по ситуации Тентом подготовил, но подшить к нему собственные предположения никак не получится. Именно поэтому он вызвал наблюдателей к себе перед отлетом. Нужно было согласовать позиции. «Хотя вы обнаружили чужое влияние на обстановку слишком поздно, в отчете ваша вина фигурировать не будет». Тентом заметил, как одновременно выдохнули гости, и эмоции напряженного беспокойства стали меняться на безмятежность. «Доказательств вмешательства республики более чем достаточно», продолжил контролер. «Но вынужден настаивать на изъятии из ваших показаний предположения о влиянии на события третьей стороны. Таких доказательств в расследовании мною не обнаружено. С неподтвержденными подозрениями я не могу выступать в совете». «Но ведь девушка» неопределенно протянул сбитый с толку Лоис, наблюдатель от мира Куртис. «Местная жительница, гениальная девушка, это вам покажет любой тест», — усмехнулся Тентом с превосходством, поглядывая на Лоиса. «А ее подготовка?» вопросительно посмотрел на контролера Топилес, наблюдатель от мира Гром. «Уникумов во многих мирах хватает. Наука не отрицает наличие необычных возможностей у различных представителей человечества. Почему бы не найти с такому индивидууму в диком мире?» неопределенно пожал плечами Тентом. «Но ведь она псион и попала в рабство к беспринципному республиканцу. Мы же должны что-то сделать», — нервно одернул одежду Лоис. Допрос свидетеля показал, что она сделала это добровольно. Насмешливо посмотрел в глаза собеседнику Тентом. «Надеюсь, вы не собираетесь встревать возможную операцию чьей-то антидиверсионной группы по внедрению специалиста уровня призрак в шпионскую сеть республиканцев. Это чисто мое предположение, которое не имеет под собой сколь-нибудь ощутимых доказательств. Но вероятность именно таких событий довольно велика». «Добровольно идти в рабство к республиканцам? Странно это». С сомнением покачал головой Топилес. «Конечно, о похищении с дикой планеты потенциального псиона мы совету сообщим, но не более того. Данные ДНК-кода девушки будут вбиты во все поисковые базы с присвоением ей статуса переселенки. По выше озвученным причинам мы не станем объявлять ее в розыск, но соответствующие службы совета будут проинформированы и в случае обнаружения девушки в каталогах рабских рынков определенные действия будут предприняты. К сожалению, более чем уверен, что в выданном нам свидетелем логове главного преступника мы ничего не обнаружим. Слишком скользкий тип. Судя по его предыдущим действиям, он и в этот раз подстрахуется. Хочется надеяться, что его встреча с соплеменниками пройдет не так торжественно, как он рассчитывает. «Главное, чтобы девочка при этом выжила!» Тихо проворчал Лоис. «Верьте здешней пророчице!» ободряюще улыбнулся Тентом. «Она же уверенно говорит о будущей встрече с подругой!» «Это так!» — кивнул Лоис. «Но останется ли та сама собой?» «А вы уверены, что знаете все возможности этой девушки?» насмешливо взглянул ему в глаза контролер. Глава первая. Пленник. После двух часов полета я, наконец, присытилась картинами космоса. Восторг постепенно улегся. Скучая, я бездумно осматривала внутренние помещения. Ничего особенного. Филус, занятый своими делами, лишь иногда искоса поглядывал в мою сторону. Скоро катер вошел в астероидный пояс, и я опять с ожившим интересом увлеклась картинками окружающего пространства. Купол искусственного сооружения на небольшой каменной глыбе неожиданно возник перед нами. Филус завел катер в шлюз и, поднимаясь с кресла, бросил мне. «Сиди здесь. Ничего не трогай. Если припрет нужда, можешь воспользоваться туалетом за дверью, но дальше доступ тебе закрыт». Из данных, скачанных с коммуникатора, я и так знала, что без специальных кодов доступа, не разрушив машину, ничего не смогу сделать даже при желании, которого у меня не было. Оставалось следить за противником с помощью дракоши. Филус выгнала из транспортного отсека сидевших там зомбиков и заставил таскать грузы. Компанию работникам составили несколько универсальных роботов-ремонтников, ворочавших самые тяжелые ящики. Большая часть герметичных контейнеров содержала сложные биорастворы. Дракоша на всякий случай сняла с них параметры. Три громоздких ящика, занявшие половину грузового отсека, хранили биореакторы, называемые регенераторами. Обычно такое оборудование использовалось для лечения людей, но специалисты из республики приспособили их для выращивания клонов. Некоторое ущербное подобие оборудования я наблюдала в подводных базах республиканца. Наконец, праведные труды по перемещению груза на борт завершились, и запыхавшийся рабовладелец вернулся на катер. Ремонтные роботы послушно прицепились к обшивке. Машина сразу стартовала из шлюза, оставив валившийся с ног от усталости рабочий персонал на базе. Когда мы удалились на некоторое расстояние, на кормовом обзорном экране возникла яркая вспышка. «Не стоит оставлять лишних следов», усмехнулся Филус, заметив мой взгляд на экран. «Клоны аборигенов выращивались по ускоренной технологии и слишком тупы для использования в более развитом мире». «Вы всегда уничтожаете отработанный материал?» посмотрел я на Филуса. «Ну почему же?» улыбнулся тот. «Иногда продаю». «Надеюсь, за тебя дадут хорошую цену». Больше он на меня не отвлекался. Пилотирование в плотном метеоритном потоке требовало повышенного внимания. Мы все дальше уходили вглубь каменного пояса. К сожалению, информации, полученной с коммуникатора, не хватало, чтобы разобраться в том, что делает пилот. Электронный мысли-интерфейс оказался бесполезен, поскольку все данные передавались на полевом уровне. Даже уйдя в ускорение, я бы не смогла расшифровать поток сведений, доступный моему коммуникатору. В него рабовладельцы залили лишь инструкции по управлению обыденными вещами, используемыми в быту, и минимум информации, необходимой для дикаря. Оставалось пока лишь следить за событиями. На очередном куске каменной глыбы, болтающемся в пространстве, когда мы его осторожно обогнули, обнаружился космический корабль. «А вот и мой птенчик», — самодовольно пробормотал Филус. С превосходством глядя на меня, он добавил, «Прыжковый корабль-разведчик. Немногие государства выпускают технику такого уровня». Шуана. Врет. Если бы республика была такой великой, не нужно было бы ставить подножки псионом. Синта. По определению, такая дикарка, как я, этого знать не может. Скорее всего, он обучен принципам постепенного психологического давления и начинает применять их на мне. Мелкие штрихи информации поэтапно накладываются на сознание, загоняя его в клетку предубеждений. В этом случае порции данных должны сопровождаться последующим отрицательным физическим воздействием, несмотря на то, что оба таких действия негативно воздействуют на сознание. Первое, более слабое информационное влияние будет восприниматься положительно по сравнению, например, с болью и надежно закрепляться в разуме. При отсутствии магических возможностей очень неплохая методика подготовки. Шуана. Нас будут бить? Синта. Возможно, он собирается делать это, но при наличии ошейника совсем не обязательно. Моральное унижение гораздо эффективнее физического. Шуана. Вступать с ним в интимную связь я бы не советовала. Синта. А мы будем ломать здешние стереотипы? Магия разума — весьма забавная штуковина. Есть у меня отличная идея, как использовать этого типа в качестве зарядного устройства для магического аккумулятора. Думаю, лишняя энергия нам не помешает. Разговор с дракошей занял мгновение. А пожрать бедные рабыни здесь дадут? Недовольно посмотрел я на Филуса. Хм, забавная ты штучка. Задумчиво рассматривал мою хмурую физиономию рабовладелец. Даже не терпится с тобой основательно позаниматься. Жаль, сейчас нет времени. Проворчал он, окинув меня взглядом, добавил. Займешь каюту Арины и наденешь ее костюмчик. Твой варварский закрытый наряд меня не впечатляет. Потом можешь отправиться в столовую и перекусить. Следующую задачу получишь позже. Точные приказы и ключи доступа я скинул на коммуникатор. Не оглядываясь больше на меня, Филус покинул кабину. Дракоша за ним проследила. Рабовладелец помчался в рубку управления корабля. В коммуникаторе появился маршрут каюте бывшей игрушки республиканца и ключи доступа к некоторым помещениям. Каюта Арины меня не удивила. Обычная комната женщины, набитая всяким барахлом. Судя по всему, недопсионка была помешана на вещах из внешних систем или такой ее сделал этот Филус. Ничего не скрывающие, полупрозрачные, обтягивающие комбинезоны меня не впечатлили. Как ни странно, костюмчик из небольших ремешков, больше похожий на мою сбрую для ношения оружия, скрывал некоторые места на теле гораздо эффективнее других нарядов. В принципе, я не смущалась от вида своего голого тела. Если этому типу так нравятся полуодетые женщины, пусть смотрят и облизываются. Тем более такое настроение рабовладельца понадобится в будущем. Одежда бывшей хозяйки оказалась безразмерной. Материал хорошо стягивался на теле и безукоризненно облегал его, так что проблем с новым одеянием не возникло. Филус нашел меня в столовой, когда я уже нехотя дожевывала третью монстрообразную порцию обеда, созданную пищевым синтезатором. Еда паршивая по вкусу, но мне нужна энергия, так что запаслась впрок. Химический коктейль, напоминающий по виду обычную пищу, хорошо справлялся с основной функцией насыщения. Дракоша сразу наябедничала, что в каюте республиканца находится более качественный синтезатор, картриджи которого заправлены почти натуральными ингредиентами. Информация о бытовых приборах в памяти коммуникатора оказалась наиболее полной. «Ха! А ты меня опять удивила!» — окинул меня взглядом рабовладелец. «Ножрать хотелось!» — кивнула я на внушительную горку одноразовой посуды на столе. Арина тоже любила перекусить. Усмехнулся Филус. «Но костюм постельной рабыни ей очень не нравился. Надеюсь, тебя обучали общению на всеобщем языке, а то ваше варварское наречие уже порядком надоело». «Ах, вы об этом, господин!» — фыркнула я, трогая ремешки на теле и перейдя на язык, разговорник которого имелся в памяти коммуникатора. При анализе данных аватаром разговорный навык сформировался автоматически. Тот-то он мне показался не таким поношенным. «Ничего не понимаю!» — пробормотал Филус с озадаченным видом, снова оглядывая меня. «Преклоняюсь перед твоим воспитателем. Такую странную дикарку я еще не встречал. Слегка вытянуть и нарастить объем в некоторых местах, и такая прирученная псионка будет стоить бешеных денег». Я поднялась со стула и, повертевшись, тщательно оглядела себя со всех сторон. «Ничего подобного. Все, что нужно, уже при мне», — подняв взгляд на собеседника, уверенно сообщила я. «Что-то мне кажется, кто-то один из нас дурак», — задумчиво почесал затылок Филус. Закончив этот процесс, он проворчал. «Вечером буду с тобой разбираться. Сейчас иди в медицинский блок и вытащи второго пленника из регенератора. Приказ ему на коммуникатор я уже отправил. Сначала позанимаюсь с ним. Когда закончу, придешь ты. Посмотрим, что это за штучка». «Да, господин», — скромно пробормотал я, склонив голову. «Пожалуй, я уже догадываюсь, кого здесь выставляют дураком. Но вечерком посмотрим». Многообещающим взглядом окинул меня республиканец и с задумчивым видом качая головой покинул помещение столовой. Покушал я хорошо. Так что, не дожидаясь реакции рабского ошейника на задержку в выполнении приказа хозяина, отправилась в медицинский отсек. В капсуле реаниматора покоился упомянутый пленник. Судя по уже известным мне данным, он относился к потомкам аксионцев. Парень меня заинтересовал. Даже чисто внешних отличий от республиканца Филуса и его бывшего помощника, терринянца Глора, в нем имелось предостаточно. Молодой человек чуть ниже среднего роста. Пространственное зрение даже сквозь преграды позволяло рассмотреть темные, почти черные радужки глаз и абсолютно белые волосы. Кости мощные и плотные, мышечный каркас весьма внушительный. Лицо слегка грубоватое, обычно присущее людям с невысоким интеллектом. Шоана. Типичный житель миров с повышенной гравитацией. Смахивает на гнома. Синта. Не похож. Возможно, дальний потомок. Мышцы имеются, но развитые недостаточно для тяжелых миров. К тому же, судя по развитой ауре, недостатком разума он не страдает. Шоана. Филус, наверное, с ним уже не раз поработал. Плотный кокон ауры Псиона уже разрушен в некоторых местах. Парнишка на грани срыва. Синта. Сильно подозреваю, что срыв уже произошел раньше. Филус дал ключ к реаниматору, а там вся история лечения. Первоначально парня собирали почти по кусочкам. Еще дважды за короткое время лечили от многочисленных повреждений. Шоана. Подозреваю, что последний раз с ним развлекалась Арина. Только эта ненормальная могла настолько его истерзать. Синта. Хорошо, что это не мой отец. Попробуем сделать из него союзника. Парень должен знать о внешних мирах гораздо больше меня. Может, он и кораблем сможет управлять. Тогда придушим Филуса и отправимся путешествовать. Подав нужную команду, я отключил регенератор. Крышка автоматически приподнялась. Парень несколько раз судорожно вздохнул и открыл глаза. «Если раньше не сдохну, все равно убью», — невнятно пробормотал он, глядя в мою сторону. Похожее зрение у пациента после процедуры еще не пришло в норму, и в прикиде рабыни он принял меня за мучительницу. Наказание через ошейник не последовало. Арина его хозяйкой не являлась. Ха-ха, опоздал приятель. Собственными руками отправила эту тварь на грань жизни. Звонко рассмеялась я. «Ты кто?» Проморгавшись, обалдело уставился на меня парень. «А, не бери в голову. Новая игрушка Филуса», — махнула я рукой. «Но как же?» Приподнявшись в ложе, потрогал он рукой ошейник, аналогичный моему. «Он думает, что я псион». Заговорщически подмигнула я парню. «Наверняка он подслушивает», — скривился тот. «А вдруг я вру, чтобы ввести тебя в заблуждение, а потом соблазнить и превратить в послушное оружие в руках нашего великого господина?» Продолжала я развлекаться. Филус на самом деле подключился через эскин корабля к медицинскому отсеку и наблюдал за происходящим. Дракоша показала мне, как рабовладелец опять озадаченно покачал головой после моих слов, не понимая, воспринимать ли их всерьез. Мое поведение ставило его в тупик. «Ты меня соблазнить?» — улыбнулся парень. «Подрасти еще». «Да что вы все такие придирчивые!» — обиделась я. Еще раз оглядев свою фигуру, констатировала. «И вообще, вполне нормально выгляжу, а тебе приказано идти к господину. Посмотри в коммуникатор». «Дай одежду там, в шкафу», — кивнул парень на стену и добавил. «И отвернись». «Какие мы стеснительные!» — пробурчала я, направляясь к нужному месту. «Как будто до этого я ничего не рассмотрела». Замок одежного шкафа не имел блокировки. Прихватив первый попавшийся комбинезон, кинула его пленнику. «Дальше сам разберешься», — скривилась я, покидая отсек. Под наблюдением Филуса продолжать разговор с парнем не хотелось. Поскольку в большинство помещений корабля доступ не был закрыт, пришлось возвращаться в каюту Арины. Для реализации дальнейших планов время еще не наступило. Через дракоша наблюдала за очередной попыткой Филуса сломать Псиона. Сдается мне, рабовладелец применял к парню ментальные наказания через ошейник, а физическими занималась Арина. Через несколько часов Филус приказал забрать пленника из его комнаты. Победить упорство невольника республиканцу пока не удалось, но сам передвигаться объект воздействия уже не мог. Фантомные боли выматывают организм не хуже реальных. «Загрузи тело на транспортную тележку и отвези в свою каюту». «К сожалению, на большое количество пассажиров корабль не рассчитан. Я пока перекушу. Потом возвращайся, займусь твоим воспитанием». Устало смахнув пот салба, недовольно проворчал Филус. На коммуникатор упали ключи доступа к роботам-уборщикам. «Как с ними управляться, у меня информация уже имелась». Вызвав транспорт, взгромоздила бесчувственного пленника в кузов и направилась к себе. Робот послушно зашагал рядом. Парень пришел в себя уже в комнате, когда я перекладывала его на кровать. «Старайся отключиться от боли. Станет намного легче». Тихо прошептал он, с трудом шевеля губами. «Это из-за ментальной пытки». «Грубые ментальные удары сильно нарушают деятельность нервной системы». Шоана. «О, а ведь парень сам научился впадать в транс и отстраняться от сознания. То-то он еще не свихнулся, как бывшая владелица этой каюты». «Синта». «Похоже, Филус не хочет сильно давить. При нарушении работы разума должны понижаться возможности Псиона, а значит и его стоимость. Опыты над Ариной должны были показать это со всей наглядностью». «А то я не знаю. За меня не переживай», — усмехнулась я в ответ. «Я и так ненормальная». «Это чувствуется», — буркнул обессиленный пленник. «Перейдешь в себя, искупайся, а то разит от тебя потом, а мне потом спать на этой кровати», — посоветовала я, обернувшись уже у двери. На возмущенный ответ сил у парня не хватило. «Пленник пришел в себя, но слаб», — доложила я Филусу, появившись на пороге его каюты. «Потом им займешься, если у самой силы останутся», — самодовольно улыбаясь, посмотрел на меня рабовладелец. «Дальше все было просто. Магу разума достаточно захватить взгляд мыслящего, чтобы завладеть его разумом. Главное — не лезть в защищенные химией разделы памяти и не идти вразрез с его текущими желаниями. Но я этого пока и не собиралась делать». Филус на самом деле захотел заменить мною бывшую подопечную во всех смыслах, в том числе и в постели. Ему доставляла удовольствие даже сама мысль, что он полностью владеет псионкой. Оставалось только дать разуму человека то, что он и так желает. Вмешательство в сознание Филуса с моей стороны было минимальным, а соответствующие образы, почти неотличимые от реальности, маг разума наводить обучен. Дракоша блокировала воздействие на меня рабского ошейника и на всякий случай транслировала соответствующую картинку на глазные экраны Филуса. На запястье республиканца находился не коммуникатор, а мощный личный комп. Поэтому пришлось подстраховаться, чтобы тот не разоблачил несоответствие обстановки и состояние хозяина. Конечно, при углубленном анализе можно отличить подделку Дракоши от настоящей картинки, но, думаю, такой команды Филус давать не будет. Тем более Дракоша проверила, что никакой записывающей аппаратуры в каюте не было. Но это не было. Типичное временное жилище. Разве что все бытовое оборудование в комнате оказалось отключено от эскина корабля и управлялось нарученным компом хозяина. Заинтересовал меня только внушительный сейф, занимавший всю площадь, противоположную от входной двери стены. Насколько удалось разобраться при внешнем осмотре, монстрообразная штуковина снабжалась огромным количеством защиты секретов, но запиралась на механический кодовый замок. Не будь у меня Дракоши, рассмотреть внутренности не получилось бы. Специальная защита от псионов не давала работать пространственному зрению. Шоана, обследовав ящик, сообщила мне код для вскрытия замка. Открывать сейф мы не стали. При каждом отпирании двери ключ менялся на следующий по определенному алгоритму. К сожалению, вернуться к предыдущей комбинации было уже невозможно. По неправильному шифру Филус догадается, что кто-то заглядывал в тайник без его ведома. Задача ограбить рабовладельца пока не стояла. Мне хватало сведений, полученных от Дракоши о содержимом шкафа. В нем хранилось много полезных вещичек. Как только соберусь покидать это уютное убежище, надо пройтись по закромам негодника. Надолго извращенной фантазии у Филуса не хватило. Уже через час он устал и замер на кровати. «Ну ты, штучка!» — пробормотал рабовладелец, наблюдая, пока мой фантом цеплял ремешки, называемые одеждой, на свое тело. Совместившись с образом на выходе из каюты, я обернулась и сказала. «Я ведьма из рода ведьм». «Ничего не понимаю», — озадаченно прошептал Филус, когда дверь за мной закрылась. Мужчина с трудом, преодолевая сильнейшую усталость, пытался анализировать ситуацию. Обычно самые первые впечатления после каждого дела давали самые правильные выводы. Результаты сравнения собственных ощущений и сведений из компа, управляющего ошейником рабыни, ставили в тупик. Филус растерянно прошептал. «У нее же нет никакого конфликта в разуме. Невероятная гибкость в перестройке сознания. Неужели я так сильно недооценил потенциал ведьм? Даже непонятно, кто кого тут истязал. Не будь у меня управление через ошейник, это особо без лишних угрызений совести перерезало бы мне горло. Хотя и так впечатление, словно под катком побывал». Шона исправно транслировала бормотание Филуса. «Еще бы ему не волноваться. Включенный контур зарядки магического аккумулятора тянул из него жизненную энергию со страшной силой. Я даже удивилась, как у мужчины хватило духа еще что-то анализировать». Впрочем, удивлялась я недолго. Едва произнеся последнее слово, он теперь уже по-настоящему отключился от реальности, уйдя в спасительный сон. Вернувшись к себе в каюту, обнаружила бодрствующего пленника, пытающегося скрыть свое беспомощное состояние. Раздеться и добраться до кабинки души он так и не смог. Закрытые глаза и ровное дыхание меня обмануть никак не могли. «Шоана?» «Ты только посмотри на этого чудика. Он же себя быстро угробит. Пытаясь быстрее восстановить внутренние силы, он тянет энергию через щели в ауре Псиона, тем самым сильнее разрушая старую оболочку». «Синта, раз имеется подходящая обстановка, переходим к этапу вербовки сообщника. Долго дурить голову Филосу не удастся, а любое серьезное вмешательство в разум этого типа приведет к его смерти». «Хватит прикидываться сонным. Тебя как зовут, страдалец?» похлопала я по груди парня, присаживаясь на край кровати. «Что-то ты слишком весела». Пытка не состоялась. Открыв глаза и понимая, что его разоблачили, прошептал пленник. «А, не бери в голову. У меня есть свои методы избежать поползновений этого недоделанного рабовладельца». Отмахнулась я. «Женский», — скривился парень. «Дурак». Не стала обижаться я. Ситуация подталкивала парня именно к такому выводу. «Прибить этого самовлюбленного идиота труда не составит. К сожалению, управлять кораблем не умею. Может, ты сможешь?» «Ты...» «Он же утром прослушает запись!» Широко раскрыл глаза парень. «И ничего не услышит». Задумчиво улыбнулась я. Убрав руку с груди парня и поймав его взгляд, добавила. «Сейчас два уставших тела лежат в глубоком восстановительном сне на одной кровати в этой каюте. По крайней мере, именно это видит и скин корабля». Глубоко в разум парня лезть не стало. С подготовленными псионами это наверняка сделать не так просто. Он может почувствовать и обидеться. Мне было достаточно обнаружить вспыхнувшую в сознании надежду на освобождение. «Ага. Значит, ты агент разведки, специально внедрённый сюда. А задача накивая, сделал неправильный вывод собеседник». «Нет», — покачала головой я. «Обманывать парня всё же не стоило. Я всего лишь дикарка с карантинной планеты, но по разным причинам мне нужно спрятаться на некоторое время. Логово этого типа подошло лучше всего. К тому же хочется найти отца. Судя по известным сведениям, он находится где-то в звёздных мирах». «Дикарь, в звёздных мирах? Не может быть». Рассеянно покачал головой парень. Интуиция ему подсказывала, что собеседница всё же не врёт. Я продолжила. Наблюдатель на планете сказал, что недавно произошла какая-то стычка на краю системы. Отец оказался свидетелем, вот его и взяли. Я и сюда-то попала ещё из-за того, что была небольшая вероятность, что отец находится в плену у этого типа. А тут только ты оказался. И так и не ответил на вопрос по поводу управления кораблём. «К сожалению, управлять большим судном не умею. А в стычке я тоже участвовал». Криво усмехнулся парень. «Результат видишь перед собой». «Рассказывай. Времени у нас вагон и маленькая тележка. После моего воздействия хозяин наклимается нескоро. К тому же прямо сейчас не смогу привести тебя в порядок. Надо подождать, чтобы улёгся шторм в твоей энергетике. И прекрати попытки восстановления. Ты только вредишь этим, сильнее разрушая полевую оболочку». «Странно. Я тебе верю». Озадаченно пробормотал собеседник. Немного помолчав, он прикрыл глаза и начал тихо рассказывать. «Зовут меня Льен Риск. Подробно о своей семье рассказывать не буду. Дядя командует патрулём, блокирующим эту систему. По некоторым причинам мне необходимо преимущество для поступления в Академию флота. Поэтому он обучал меня пилотированию штурмовика в индивидуальном порядке. Не подумай ничего плохого. Законов мы не нарушали. Корабль я купил сам и зарегистрировался в наёмной конторе официально. Дядя лишь принял меня наёмникам в охрану. Во время очередной тренировки в дальнем секторе мы случайно наскочили на корабль контрабандистов, пытающихся проникнуть в систему. Скорее всего, им был известен маршрут патрулей, и они никак не рассчитывали обнаружить нашу пару на пути. Пока нарушители приходили в себя, нам удалось избавиться от торпед, повредив их старую калошу. Мы запросили подкрепление, но тренировки проходили далеко от основной базы. 12 истребителей прикрытия противника против пары штурмовиков, слишком большой перевес. Дядя хороший пилот и мощный псион, а я прикрывал ему спину сколько смог. Восьмерых мы сбили, щиты сдохли, и в мою машину попала торпеда. Больше ничего не помню. Очнулся здесь уже, в рабском ошейнике. Будь я в сознании, живым бы меня не взяли. Сегодня была третья попытка меня сломать. Надо сказать, не очень сильная. После двух предыдущих я оказывался в реаниматоре. Вот и все. Парень глубоко вздохнул. Первый раз тобой занимался Филус, второй Арина. Сегодня хозяин не стал доводить дело до медицинского отсека, и ему хотелось позаниматься со мной. Задумчиво покивала я головой. Как ты можешь убить хозяина, находясь в ошейнике? Все же задал интересующий его вопрос парень. — Долго рассказывать. Надеюсь, ты когда-нибудь это увидишь собственными глазами. — Ага, вижу, шторм в организме улегся. Будем тебя лечить. Лукаво поглядывая на парня, улыбнулась я. — Снимай свои шмотки. — Я сейчас ни на что не способен, — скривился тот. — Ты не понял. Насмешливо посмотрела я в его глаза. — Женские прелести тут ни при чем. Сейчас буду проводить над твоим телом экзекуцию. Иногда болезненную, но быстрое восстановление сил гарантирую. В мой походный рюкзачок рабовладелец даже не заглядывал. Сканер корабля не пропустил бы оружие на борт. В путешествиях я уже не расставалась с комплектом серебряных игл. Применять к парню магические методы пока не следовало. С такой аурной оболочкой я еще не встречалась, в то время как энергоканалы в теле хорошо прослеживались внутренним взглядом. Пришлось самой освобождать парня от одежды. То ли он действительно находился пока без сил, то ли пребывал в ступоре. Скорее первое, поскольку, несмотря на недовольное сопение, сопротивление пациент не оказывал. Загрузив тело на себя, сначала унесла в душевую кабинку и основательно промочила, смывая пот. Собственная лоскутная одежда не препятствовала очищающим процедурам, а предстоящая экзекуция требовала чистоты. Ремешки на моем теле совсем не мешали вгонять иглы в нужные места для постройки энергетического моста. Парень совсем успокоился, видя эти украшения не только у себя, но и на мне. «Шаманский обряд», — неуверенно усмехнулся он. «Что-то типа того», — кивнула я, не отвлекаясь от процесса втыкания острых предметов в толстую шкуру пациента. Кожа у него была немного грубее, чем у обычного человека. Сказывалась необычная наследственность. Парень терпеливо переносил иногда весьма болезненные уколы. Скоро по энергомосту к пациенту потекла жизненная сила, недавно отнятая у Филуса. Оставалось только ждать. Сильный поток пока давать побоялась. Пришлось набраться терпения и устраиваться на другом краю широкой кровати. «Хм, не понимаю, что ты делаешь, но...» «Точно стало полегче», — беспристрастно констатировал он через некоторое время. «Что-то гложет меня сомнение, что ты дикарка». «Жаль, кораблем ты управлять не умеешь». Не ответил я на завуалированный вопрос. Филус как-то упоминал в разговоре, что на борту есть модернизированный торпедоносец. «В случае, если я подчинюсь, обещал сделать меня настоящим пилотом», — задумчиво произнес Ильен, пытаясь сжать кулаки. «Это у него получилось. Тело начинало слушаться. Нервные связи, нарушенные виртуальной пыткой, быстро восстанавливались». Подключиться к коммуникатору-собеседника пока не было возможности, поэтому Дракоша сформировала перед нашими лицами виртуальный экран и вывела схему внутренностей судна. «Это он?» — указала я стрелкой на непонятный аппарат в одном из трюмов. «Обалдеть!» «Это делает дикарка под контролем псиошейника. Кому сказать, не поверят». Удивляясь в очередной раз, глухо пробормотал парень. «Да, это торпедоносец. Нет обтекаемых форм из-за того, что к посадкам на планеты он не приспособлен. Это корабль ближней обороны или нападения. Конкретно этот тип не знаю, но управление должно мало чем отличаться от штурмовика. Отсутствие оборудования для работы в атмосфере компенсировано более мощными устройствами для ведения космического боя. Судя по увеличенному двигательному отсеку, у этого корабля неплохие показатели по скорости и дальности. Думаю, топлива должно хватить прыжка на четыре. Но порадовать тебя ничем не могу. Даже если мы угоним машину, при приближении к патрулю нас уничтожат, посчитав за нарушителей. В карантинной зоне охрана сначала сбивает чужаков, а лишь потом задает вопрос уцелевшим. Не знаю почему, но спасательной капсулы для пилотов на судне я не вижу». По моей команде Дракоша нырнула в пилотскую кабину торпедоносца и показала нам панель управления. «Да, с этой системой я знаком и смогу управлять машиной, если, конечно, удастся получить управление». Повернул ко мне голову собеседник. «Не дергайся. Случайно вылетит игла, будут проблемы», предупредила я. Голова парня осторожно вернулась в прежнее положение. «Если отключу мозг торпедоносца, сможешь управлять машиной в ручном режиме?» «Хм, куда-то долететь в обычном пространстве и пристыковаться смогу. Для расчета прыжка и боя без электронного управления машиной не обойтись». Неуверенно хмыкнул Лиен. «Черт, такой шикарный план навернулся». «Недовольно буркнула я». «Если достать гостевой ключ, можно подчинить мозг машины», задумчиво произнес парень. «А как выглядит эта штука?» Сразу заинтересовалась я. «Обычно, как небольшой медальон на цепочке». Скосил на меня глаз собеседник, стараясь не двигаться. «Что-нибудь из этого подходит?» Я вывела на виртуальный экран содержимое сейфа хозяина корабля. «Ну, ничего себе!» поперхнулся воздухом парень. «Ты что, заглядывала в личный сейф капитана?» «Там же шесть степеней защиты, насколько мне известно». «Дядя показывал фильм, как взламывают такие хранилища после захвата кораблей контрабандистов, если, конечно, те не успевают уничтожить внутренности. Там же выпиливают целую стену с обратной стороны каюты. К сожалению, взлом хозяин бы обнаружил, так что пришлось ограничиться осмотром. С грустью вздохнула я. Добраться побыстрее к содержимому очень хотелось. Вот эта коробочка на нижней полке содержит гостевые медальоны. Если не начнем нападать на судно, Искин подтвердит полномочия, и мозг торпедоносца окажется в моем подчинении. К сожалению, этого все равно недостаточно. До ближайшей станции не меньше 12 прыжков. Малый корабль, какой бы он ни был хороший, такое расстояние не потянет. К тому же, надо еще избавиться от ошейников. С этими украшениями далеко не улетишь. Шоана. Я бы посоветовала это сделать поскорее. Причувствие обещает изменение обстановки. Не забыла, что мы оставили подручного кукловода в полном здравии. Думаю, контролер после допроса быстро свяжется с охраной системы, и те попытаются найти убежище кукловода. Как поведет себя этот тип, трудно прогнозировать. Нам-то это ничем не грозит, а вот парня ошейник может легко убить. Синта. Что-то я об этом не подумала. Имелось не так много вариантов защиты парня от воздействия ошейника. Точнее, я видела лишь один, и надо было его срочно использовать. Сбежать с корабля без помощи Льена вообще невозможно. Слушай, Льен, я могу заблокировать действия этой рабской штучки, но весь вопрос в том, что контролер хозяина сразу обнаружит потери управления. Против корабельного эскина с роботами мы долго не выстоим. Есть возможность спрятать обрыв связи, но для этого мне нужен более полный доступ к твоему разуму. Я не смогу поставить сложный ментальный щит без твоего полного и добровольного согласия. Ну, ты даешь. Пробормотал псион. Это называется дикарка? Менталы, вторая часть элиты многих миров после пророков. Ходят слухи, что рабские ошейники на них не действуют. Похоже, это не только слухи. Кстати, ты имени своего так и не назвала. Синтекрой. Исправилась я. Заметив отблески неуверенности в ауре собеседника добавила «Не переживай, в память к тебе не полезу». Сложная т.д. обстановка не располагает. Мне достаточно лишь твоего желания сотрудничать, ну и клятвы, конечно, что о моих возможностях ты никому не расскажешь. Подбодрила я парня. Вроде взрослая девушка, веришь в клятвы. Усмехнулся Льен. Мне всего лишь тринадцать, но ваши наблюдатели признали меня совершеннолетней. Нехотя проворчала я. Я бы дал больше. Скосив глаз, ухмыльнулся собеседник. Как ни странно и интуитивно я тебе верю. А дядя советовал прислушиваться к этому чувству. Грустная улыбка пробежала по губам парня. Я приподнялась и поглядела ему в глаза. Если вспомнил про родственника, то могу обрадовать, дядя скорее всего выжил и находится вместе с моим отцом. Подозреваю, что отец нарушил приказ именно из-за твоего дяди, бросаясь спасать его на непроверенном исследовательском модуле. Судя по словам наблюдателей, их подобрали военные. А вот ты наверняка уже числишься в списках погибших. Стоит преподнести приятный сюрприз родственникам, появившись из небытия. Если уж такие глаза лгут, то тогда и жить на свете не стоит. Не опуская взгляда, пробормотал парень. Смущаться мне было некогда. Разрешение я получила и сразу принялась устанавливать барьеры на области разума парня, подконтрольные ошейнику. Теперь в случае подачи соответствующих команд, Лиен почувствует чужое влияние и может не исполнять их или имитировать исполнение. Надеюсь, у него достаточно здравомыслия, чтобы принимать правильные решения. Оценивая общий отклик сознания, можно сделать вывод, мозг у парня хорошо развит. Установив ментальный щит, на всякий случай повредил запал заряда ошейника, чтобы по чужой команде тот не оторвал парню голову. Судя по известным сведениям, такие повреждения реаниматор не восстанавливал. Работала я в ускорении и, закончив процедуру, откинулась на кровать. Что, уже все? Непонимающий захлопал глазами Лиен. Нет, ухмыльнулась я, надо еще снять с нас острое украшение. Это займет гораздо больше времени. Именно так и произошло. Снимать игла надо осторожно и в определенной последовательности. Так, что-то я устала и проголодалась. Проворчала я, окончив работу и убирая иголки в рюкзак. До утра синтезатор заблокирован. Смущенно отодвигаясь от меня, пробормотал парень. Это обычная практика на кораблях. Ну, нет, девушки, счастье, недовольно выдавила я. Тогда пора отдыхать. Надевай комбинезон и будем спать. А то наш рабовладелец еще подумает что-нибудь неподобающее, обнаружив утром на экране наши голые тела в одной кровати. Не знаю, как Лиен, а я отключилась мгновенно. День был насыщенным. А Лиен был слишком взволнован, чтобы заснуть сразу. Он долго смотрел на спящую рядом странную девушку. Определенного мнения о ней он еще не составил, но почему-то доверял, хотя на дикарку она совсем не походила. Вполне возможно, это сказывалось влияние говорила она на всеобщем языке с небольшим акцентом, характерным для тех, кто обучался с помощью электронных самоучителей, а не в живом общении. Она упоминала о разговорах с наблюдателями, и они точно происходили. Внутренняя интуиция соглашалась с этим фактом. Вот только обучать языку наблюдатели не имели права. Готовил псенку кто-то другой. Тайны вокруг соседки по кровати громоздились кучами, хотя она точно была противником Филуса. Пока этого парню было достаточно. Отвернувшись, он уснул, дав себе привычную с детства установку. К сожалению, нормально отдохнуть не удалось. Через несколько часов меня разбудил сигнал тревоги и срочный приказ вести пленника в рубку. в рубку. Продолжение следует...